Тысячи выпускников продолжают сдавать единый госэкзамен. Наблюдатели следят за ходом тестирования как на местах, так и удаленно. Наша съемочная группа побывала в Республиканском ситуационном центре государственной итоговой аттестации, где в режиме реального времени контролируют экзаменационный процесс. На мониторах видны лица взволнованных выпускников. Сегодня они проверяют свои знания по математике. От результатов этого обязательного экзамена зависит многое и получение аттестата, и поступление в ВУЗ. Ребята решают сложные задачи и уравнения под строгим контролем не только людей, но и электроники. Во всех аудиториях установлены камеры видеонаблюдения. Под ту сторону объектива находятся специалисты Республиканского ситуационного центра. Именно они быстро и оперативно выявляют все нарушения. Я вижу все аудитории, каждого ученика с двух позиций. В каждой аудитории две камеры. Я наблюдаю за тем, чтобы два организатора не подходили к одному и тому же ученику. Лично я нарушений не выявляла. В режиме онлайн видно, как проходит экзамен во всех районах Чувашии. Наблюдатели следят не только за учениками, но и за организаторами. В 209-ю. Да, там два организатора сидят вместе сзади. А у нас организаторы как должны сидеть? Разговаривают. Друг с другом давно при том. Вовсеместное онлайн-наблюдение новшество этого года. Камеры установлены во всех 36 пунктах приема экзаменов. В аудиториях они расположены так, что незаметно достать шпаргалку и списать не получится. Проследить за ходом тестирования можно из любой точки России. Все собрано воедино на портале смотритеегэ.ру. Необходимо лишь ввести логин и пароль. Такая система позволяет сделать процедуру сдачи ЕГЭ максимально прозрачной. У нас таких нарушений порядка пока и по 9-11 классам было 38. При выявленных фактах это в основном сотовые телефоны и шпаргалки. Наказание действительно очень серьезное. За нарушение порядка, то есть за наличие телефона, бумажных источников информации, так называемых шпаргалок, выпускники удаляются с экзаменов и без права пересдачи 11-классники в этом году. 9-классникам можно будет пересдать в сентябре этого года. Благодаря видеонаблюдению удается выявить немало нарушений, около 15% от общего числа. Еще один плюс – записи хранятся в архивах несколько лет, что помогает решить любые спорные ситуации. Принимаемые меры контроля важны, но они не решают проблему целиком. Средствами ужесточения никогда проблемы морали и проблемы культуры не решались. Надо усилить воспитательную часть в наших школах. Надо воспитать в наших ребятах уважение к закону. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика.